Председатель правительства Дагестана побывал с рабочим визитом в Эсбербаш, и Абдул Самадгамидов проверил, как реализуются программы по переселению граждан из аварийного жилья. Практика перерезания красной ленты в пустых новостройках отошла в прошлое. Теперь открытие новых жилых домов будет происходить в полностью заселенных новостройках. Это делается для того, чтобы жители могли озвучить свои претензии и пожелания непосредственно застройщикам и чиновникам. Часть таких замечаний глава Кабмина услышал и во время инспекционной поездки. Все подробности у Барья Тубрынской. Сапия Тадзиева переехала из аварийного жилья неделю назад. Теперь она с мужем и четырьмя детьми живет в новой трехкомнатной квартире. Дагестанский премьер с заместителем курирующим программу и руководителем Минстроя вместе с застройщиками и главой Эсбербаши выслушали жильцов новой многоэтажки. Дом заселен не полностью и людей еще беспокоят технические проблемы. Хоррективистику вот этих труб, которые стоят, они не соответствуют горячему. Они, то есть отоплению, они идут на горячую. Эти замечания учтутся. Я через неделю приеду, через неделю они сюда приведут этого подрядчика. И мы все эти гарантийные обязательства пройдемся под всему этому. И ни один тот недостаток, который выявили, он не останется. В муниципальном образовании города Эсбербаш общий объем финансирования программы составляет более 186 миллионов рублей из всех источников финансирования. Идет строительство многоквартирного дома для переселения 155 семей из аварийного жилищного фонда. В этом году мы, Эсбербаш, мечтаем о том, что ни одного Эсбербаша не останется. Аварийном ветхом жилье – это большая победа и большая помощь со стороны государства нашему городу. Для достижения этой цели и идет строительство восьмиэтажного жилого дома, состоящего из трех блоков. До 1 мая у нас должна быть как-то стеной перегородки всего первого этажа. Но здесь, видите, здесь до конца не совершен, зато там у нас проверено с опережением. Так, где-то с отставанием, где-то с опережением идет реализация программы по всей республике. Дагестанский премьер ходом работ в целом удовлетворен. Ситуация под контролем и задачи, поставленные руководством республики, будут выполнены, уверен Абдос Амадгамидов. У нас было отставание в Махачкале, было отставание в Дербенте. Но за последнее время, за короткие сроки удалось корни изменить ситуацию. Есть и положительный пример, где Тарумовки, Кизляри и Каспийские. Мы уже в декабре прошлого года сдали программу 15-16 года с опережением фактически на год. Это все контролируется. И ежедневно у моего заместителя Гасан Идрисовича стоит по каждой стройке камеры. Еженедельно и Гасан Идрисович, и министр Ибрагим Гаджиевич объезжают все объекты. Всего по республике в рамках этих программ на территории 9 муниципалитетов Дагестана во вновь построенные многоквартирные дома предусмотрено переселение 945 семей. Это более 3000 человек из 71 аварийного дома. Бориат Убрынская, Ибрагим Магомедов. Время новостей.